вы знаете чем отличаются друг от друга лампы для растений подобрать хорошую лампу чтобы вырастить крепкий и здоровый урожай целая наука поедемте будем разбираться вместе с профессионалами добрый день дорогие друзья вы на канале антонов сад и сегодня мы будем выбирать лампы для нашего эксперимента мы хотим наглядно посмотреть как различные виды ламп действуют на развитие рассады и для этого им попросили известную сеть электромаркетов планета электрика помочь в проведении у них съемки они нам не отказали сейчас расскажем что зачем и почему пойдемте здравствуйте чем могу помочь мне нужны лампы досвечивания для растений есть такие в наличии про нем покажу здесь у нас представлены лампы досвечивания достаточно большой выбор виталий подскажите на что ориентироваться но при выборе ламп и какая между ними разница во первых выбор лампы зависит от целей если нет возможности разместить рассаду с доступом к прямому солнечному свету то используются дневные лампы близкие к солнечному если же нам необходимо досвечивание в условиях зимы или весны мы выбираем лампы с синим и красным спектром то есть малиновый спектр важен тогда когда световой день короткий а понятно небольшое пояснение растения поглощают лишь красный и синий свет отражая и не используя желтый и зеленый так синий свет необходим для наращивания зеленой массы чтобы растения были крепкими коренастыми с хорошим стеблем как раз его нехватка приводит к вытягиванию рассады красный же свет стимулирует рост развития корневой системы цветения и завязывания плодов кроме того есть светильники а есть лампы лампы используются для точечного освещения и благодаря этому проводу можно подсоединять последовательно аж до 10 светильников ну то есть это как соединитель доработать комплект уже идет все верно и 10 в ряд можно надо растениями расположена отлично виталий а можете рассказать о тех светильниках и лампах на которые стоило бы обратить внимание конечно в наличии сейчас к сожалению нет пары экземпляров но можно оформить заказ на нашем сайте займет всего несколько минут светодиодная лампа т8 food green предназначена для подсветки фруктов овощей и зелени также лампа food green имеет высокую цветопередачу и интенсивность света близкий к параметрам естественного дневного освещения и пиковое свечение этой лампы совпадает с пиковым свечением агро лампы колба светодиодные лампы выполнены из поликарбоната защитный кожух при подсветке не требуется светодиодная лампа используется в стандартных светильниках соколем g13 лампа рассчитана от сети 220 вольт и не требует подключения дополнительных источников питания есть также светодиодные лампы соколем е27 от компании jazway используются они в качестве как основного так и дополнительного источника света для растений примеру эта лампа 15 ватт применяется в помещениях при относительной влажности не более 80 процентов конструкции светодиодной лампы используют светодиоды красного и синего свечения лампы рекомендуется устанавливать на расстоянии от 20 до 50 сантиметров от поверхности листьев растений при отсутствии солнечных лучей необходимый период освещения от 8 до 16 часов в сутки рекомендуется освещать в течение 8 часов затем делаем перерыв на 4 часа после чего освещение возобновляется качестве дополнительного источника освещения рекомендуем использовать уменьшенную модель в течение 4 8 часов обратите внимание что у более мощной лампы срок службы 25 тысяч часов а у маленьких 20 тысяч часов а вот это готовые светильники т8 ай и т5 ай предназначены в качестве дополнительного источника освещения для растений при недостатке солнечного света светильники т8 ай и т5 ай можно подключать последовательно до 10 штук единственное отличие это богатая комплектация светильника т8 ай в него входит трос сетевой шнур с вилкой соединительный кабель крепежные клипсы винты и заглушки отлично для нашего эксперимента мы берем все виды для чистоты эксперимента мы отправляемся на кассу а потом отвезем наши лампы екатерине чтобы продолжить эксперимент ну а пока в своих комментариях пишите выбор на каких растениях нам провести ваш эксперимент пишите обязательно мы выберем растения которые указали комментариях и проведем на них наш эксперимент я беру как и сказал уже все лампы и пошел на кассу вот едем к екатерине будем проводить эксперименты оставайтесь на нашем канале антонов сад до новых встреч ставьте лайк подписывайтесь и обязательно пишите в комментарии что вы хотите увидеть наших экспериментов експериментов